Спонсор показа новостей – магазин «Обойный рай». Сеть специализированных магазинов «Обойный рай» – лучшие предложения по цене, качеству и дизайнерским решениям для оформления интерьера. «Обойный рай» – это более 3000 видов обоев от самых простых до премиум класса. Фрески, потолочная плитка, ламинат и межкомнатные двери. Отличное качество, цвет и дизайн. А также шторы с разнообразием рисунка, фактуры на любой вкус, под заказ или готовые. В магазин «Обойный рай» приходи и выбирай. По адресу Московское шоссе, дом 53 и Северная площадь, дом 5А. Как всегда, «Обойный рай» удивит своими ценами. Здравствуйте! В эфире новости в студии Ирина Баракина. И сегодня главная тема выпуска. Серпухов преображается. На улице Тульской появится еще один сквер. Готовы к зиме в Серпуховском районе проверяют многоквартирные дома перед отопительным сезоном. К юбилею Льва Толстого в рамках литературной гостиной в Серпуховском колледже прошел праздник. Красивый и ухоженный. Еще один сквер появится на улице Тульской. На площади в 1500 квадратных метров уже уложены прогулочные дорожки, установлены цветочные вазоны. 11 лавочек, курны для мусора и ограждения. Здесь также установлен специальный пандус для удобства людей с ограниченными возможностями. Сейчас на побережье активно ведется вырубка зарослей, кустарника и сухостоя. Вскоре взору отдыхающих откроется прекрасный вид на реку Нару. Это будет еще одно место отдыха у воды. В центре верхнего яруса сквера на постаменте будет установлен православный крест. После обращения жителей в эфире областного телеканала по поручению губернатора Подмосковья благоустройство здесь провели в кратчайшие сроки. Обновленное общественное пространство люди смогут оценить уже через неделю. Насколько Серпуховский район готов к отопительному сезону? Более 100 многоквартирных жилых домов ждет проверка. Сотрудники администрации и коммунальщики сегодня начали осматривать трубы в подъездах, кровли, входные группы. В каких поселках уже готовы встретить зиму, расскажем далее. Серпуховский район, поселок Большевик, молодежная 9Б. Проверка домов на готовность к отопительному сезону началась. Специалисты осматривают крышу. Здесь был произведен локальный ремонт кровли, 300 квадратных метров мягкой кровли. Ремонт удовлетворительно сделан, подрядчики делали ремонт, жалоб на них нет. С прошедшими дождями ни одной простички не зафиксировано. Большевики отремонтировали кровлю в 45 многоквартирных домах. Это 5300 квадратных метров. Коммунальщики также установили козырьки над подъездами, металлические входные двери, энергосберегающие светильники, привели в порядок ступеньки и заменили трубы системы водоотведения. По словам специалистов, в целом дома прошли проверку на готовность к зиме, но нарекания все же имеются. Претензии есть, мы с ними боремся, совершенно верно. В этой работе нам активно помогают жители. Контракт с ООО «Радуга» в рамках этого контракта производила замена окон. Мы видим, что замена произведена некачественно, в данном случае в окнах отсутствует створки. С этим подрядчиком ведется претензионная работа. Проверка многоквартирных домов продолжится. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в Серпуховском районе также ведется ремонт теплотрасс. До 1 октября все работы будут завершены. Очередное заседание рабочей группы по антинаркотической деятельности Общественной палаты Серпухова состоялось в городской администрации. В рамках встречи обсудили организацию волонтерской программы «11 опасностей наркомании». Методическое пособие рекомендуют на городском родительском собрании. Далее начальник Серпуховского управления социальной защиты Ирина Ермакова доложила о работе специалистов с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Сегодня в Серпухове их около 200. У нас сейчас новая еще есть категория. Это раннее выявление таких деток. Мы работаем совместно с образованием. Нам дают информацию, ну как бы пока не дают, но будут давать, наверное, да, будут давать информацию по школам. И пока у нас идет информация от медицинских учреждений. Если педиатры приходят в семью и видят, что ребенок находится в тяжелой жизненной ситуации, они подключают работников социальной защиты, которые в свою очередь дают оценку ситуации. Временная она или критичная. Кроме того, обсудили проект «Нечаянная радость», который предполагает поездки детей в московские театры вместе с родителями. Серпуховские полицейские провели открытый строевой смотр полицейских нарядов, задействованных в системе единой дислокации по охране общественного порядка. Заместитель командира патрульно-постовой службы майор полиции Денис Пузырев ознакомил сотрудников с оперативной обстановкой на территории обслуживания, проверил внешний вид, наличие служебных удостоверений, нагрудных знаков, жетонов с личным номером и провел инструктаж личного состава перед заступлением на службу. Смирно. Начальник ОВД приказал заступить на охрану в чистом порядке в городе Серпуховском районе. Времени истинной службы строго соблюдать законность культурного вежливого обращения с гражданами. Особое внимание обращая на соблюдение мер личной безопасности. Вольно по постам. Смотр проходил под руководством исполняющего обязанности начальника Серпуховской полиции. Кроме руководителей службы, подразделения на данном мероприятии присутствовали. Представители общественного совета, сотрудники отдела ГИБДД, отдельной роты патрульно-постовой службы полиции, отдела участковых и уполномоченных полиции, отдела уголовного розыска и Серпуховского отдела вневедомственной охраны войск Национальной гвардии. О жизни и творчестве. В рамках литературной гостиной в Серпуховском колледже прошел праздник, посвященный 190-летию Льва Толстого. Литературную музыкальную композицию оценила и моя коллега Олеся Кенфеева. Знаменательные даты и яркие моменты жизни. О судьбе писателя сквозь призму современного восприятия. Студенты Серпуховского колледжа говорят о вкладе Льва Толстого в мировую литературу. Его называют художественным гением. Бал, описанный в «Войне и мире», романсы, которые любил Лев Толстой в молодости, записи, которые он оставил в дневниках. Литературно-музыкальную композицию подготовили актеры студенческого театра вместе с преподавателями. Звучало много музыки и стихов. Мы все собираемся, я как художник-руководитель, и мы долго-долго думаем, как же нам это лучше сделать. Сначала мы думаем, в какой форме это все сделать. Затем начинаем подбирать такой материал, который, допустим, они не слышат на уроках. И хотя бы их познакомить и с музыкой. В общем, все, что можно из искусства дать им именно в этой литературной гостинице. Смотрели документальные фильмы, ездили на экскурсии в места, связанные с именем Толстого. Музеи много читали и анализировали. Подготовка к литературной гостиной велась несколько месяцев. Ездили мы в Ясную Поляну. И действительно был разнообразен во всем. И в сельскохозяйственные деятельности, и в книгах. То есть, все это, конечно, и он описывал в своих же произведениях. В хамовниках больше узнала я о самой жизни Льва Толстого, что, в принципе, он был человеком непростой. Ребята забывают историю, забывают, что было раньше. И как-то не будут, если они помнят историю, то не будет у них дальше жизнь, в принципе. Они не будут знать ошибок прошлых людей. Я думаю, все равно очень необходимо. На протяжении трех четвертей столетия имя Толстого овеяно прочной всемирной славой. Его произведения читаются и изучаются во всех концах земли. Они переведены на 98 языков народов России и зарубежных стран. На литературной гостиной, которая проходит в колледже регулярно, признаются студенты, они заново открывают для себя имена великих мастеров. Серпуховские баскетболистки вышли на всероссийский уровень, встав в один ряд с лучшими спортивными школами страны. На отборочном турнире среди команд девушек 2006 года рождения спортсменки школы «Звезда» уверенно обыграли команды школы Олимпийского резерва из Мытища и Люберец. Наши баскетболистки попали в первую тройку и примут участие в играх из анального этапа первенства России. Поздравляем спортсменок с победой и желаем удачи на предстоящих соревнованиях. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды. Следите за новостями на нашем сайте UTV.ru, на официальном сайте администрации города. Мы также есть во всех социальных сетях. Будьте в курсе событий и не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин